Виктория Новикова Виктория Новикова Просто граждан и матерей, которые в душе не признают вообще, и в душе не признают такое слово, как инвалид. Я когда-то нашла хороший термин, это маломобильные граждане, мне это очень нравится. Всю жизнь я живу с такой проблемой в моей семье. Есть эта проблема, с которой я героически или повседневно сражаюсь и живу. Моя дочь, ей 20 лет, она Маша, она есть сегодня в нашей студии. Маша, она студентка нашего университета. И вот мы вместе с ней дошли до этого времени, когда я вдруг любимый университет, который знаю уже почти 30 лет, увидела с другой стороны. Что такое наш университет? Его ступеньки, его пандусы, перилы, возможности прийти, дойти, уехать, подняться куда-то. Я знаю университет очень давно и много лет, но весь его, к сожалению, Маше показать не могу. Даже в эту студию мы поднялись впервые в жизни, хотя в этом здании даже она учится, но так получается, что не везде мы можем подняться, и не везде мы можем это самостоятельно преодолеть. Поэтому я вот эту маломобильность понимаю как невозможность везде и всегда и всюду проникнуть, но мне удается с этим как-то тихо, по-житейски, естественно, справляться. Вот такая моя сопричастность искренняя, естественная и повседневная. Я живу с этим каждый день и каждый час. А как Вы считаете, вот самая главная проблема именно для инвалидов, для Маши? Какая помощь им нужна в первую очередь? Ну, я думаю, что, конечно, Маша сама может сказать, что она ощущает и чего ей не достает. Даже в нашей студии сидят ее и сокурсники, и одногруппники, я думаю, будут смотреть. Мы с этим живем каждый день, и я как-то объяснила Маше такое понятие, как инклюзивное образование. Мы не могли еще это понять, даже когда училась она в школе. Мне кажется, официально это и не признано, но мы, кажется, вот через Машу внедряем это в нашей группе, на нашем курсе и в нашем институте. Мне кажется, что это удается, когда идут навстречу мои коллеги. Под Машу меняется расписание. Когда мы едем в университет, и мы идем по ступенькам, нам помогают совершенно незнакомые люди. Они где-то подхватывают ее, чтобы она не упала, где-то помогают по скользкому покрытию пройти, где-то совершенно естественно уступает нам место в лифте. Ну, вы знаете, какие у нас очереди, какая толкучка около лифта, когда мы подходим, все терпеливо ждут, когда Маша спокойно зайдет и когда она оттуда выйдет. То есть, вот она второй год учится, сегодня второкурсница она. Мы в этом отношении всегда ощущаем какую-то поддержку, сопричастность, помощь. И, наверное, это связано с тем, что все годы, это я даже не знаю пока, плюс это или минус, все годы Маша воспитывается как человек очень незакомплексованный. Человек, который, ну, естественно, все, что вокруг нее происходит, она, естественно, это воспринимает. Ну, и еще один очень большой плюс, который есть, отличительный, наверное, знак в нашей семье, и это твердый знак, кстати, это позитив. Мы с ним живем и готовы им даже делиться. У нас его настолько много, что мы можем видеть радость в любом событии, в любом дне. Поэтому вот это очень, тоже очень важный момент. Татьяна Анатольевна, мы все прекрасно понимаем, что вам действительно повезло, то есть Маше с вами повезло, что вы у нее есть. А что делать людям, у которых нет таких людей, близких, нет такой мамы? Ну, я думаю, что здесь проблема заключается не только в том, что я вот там с каким-то своеобразным мышлением или там с особым отношением к своей дочери. Каждая мать готова для своей дочери отдать все, что есть у нее, и даже больше. Просто вот Маша требует чуть больше, чем все остальные дети. И я ее не отделяю от себя, мы живем естественной параллельной жизнью и совместно, и практически не разделяемся. Поэтому я вот изнутри увидела проблему, которую в университете вот в плане учебы, в плане физического освоения территории университета. Вот это очень, наверное, важно. Не психологического даже дискомфорта, а для нас вот физическая составляющая. Вот здесь мы, наверное, как асфальтный каток, мы его пробиваем, вот этот путь, может быть, для других детей, которые боятся университета, которые боятся преодолеть себя и которые думают, что здесь, наверное, что-то для них будет недоступно. На самом деле всего лишь нужно преодолеть, во-первых, вот этот страх. На самом деле человек, который хочет, он всегда может найти возможность. И мы нашли эту возможность, поэтому здесь только вот это желание и вот это отношение с добром, когда ты к людям, и тогда в ответ тебе это же добро. Поэтому при желании, каждая семья, готовая дать образование своему ребенку, может освоить любое, наверное, образовательное пространство, и наш университет, естественно, в первую очередь. Есть у нас такие возможности. Поэтому желание в семье. Это главное. Ну вот насчет семьи, раз мы затронули такую тему, наша следующая героиня помогает семьям и инвалидам уже не первый год. А с вашего позволения я прочитаю ваши регалии. Это руководитель региональной общественной организации «Родители детей-инвалидов Республики Татарстан» Надежда Владимировна Титова. Добрый вечер. Надежда Владимировна, скажите, пожалуйста, какая основная проблема инвалидов на сегодняшний день? Очень сложно так выделить одну конкретную проблему, потому что вот то, чем мы занимаемся, мы занимаемся детством, да, все, что с ним связано. Это от рождения, когда мама узнает, что с ребенком что-то не так. И выделить одну какую-то единственную проблему, это, как правило, это комплекс клубок каких-то сложных ситуаций, с которыми родители сталкиваются. Это и от медицины, и от дошкольного образования, дальше школа, какая-то досуговая деятельность, социализация детей. И везде нужно что-то преодолевать и выделить какое-то одно направление деятельности. Я для своего ребенка, когда поняла, что нет тех условий, в которых она будет развиваться достойно и полноценно, тогда пришло у меня понятие открыть свой первый клуб, досуговый центр такой маленький, куда особенные детки смогли приходить, также из других семей. И потихонечку какие-то проблемы, которые перед нами стоят, как перед родителями, мы с помощью нашей общественной организации начали потихонечку решать. Ну и очень радостно, что они потихонечку как-то маленькими шажочками решаются. А вот как вы считаете, кто в первую очередь несет ответственность за таких людей? Кто должен им помогать? Государство, благотворительная организация или может сама семья? Ой, вот такой вопрос глобальный. Государство, оно помогает, оно участвует, но нельзя все переложить на государство, потому что это очень такая сложная структура, очень неповоротливая, которая индивидуальные особенности каждого ребенка не может удовлетворить. Даже по техническим средствам реабилитации, если вот, например, мамочки сталкиваются, они понимают, что вот конкретному ребенку нужна конкретная коляска, а дают то, что дают. Вот, и поэтому тут таких моментов, особенностей, когда ты внутри этой проблемы находишься, внутри их очень много. Ответственность тут каждого, конечно, родителя в первую очередь, потому что это внутренняя ответственность там оставить этого ребенка в семье, взять осознанное такое родительство, когда ты понимаешь, что это один раз на всю жизнь, что это твой крест. Тут нужна, конечно, помощь и маме, и психологическая помощь, что, в принципе, мы тоже стараемся заниматься. Вот, и это отношение общества, если все вокруг говорят, да что ты делаешь, зачем тебе это надо, врачи в роддоме говорят, откажитесь от него, соседи говорят, крутят пальцем у виска, родственники говорят, зачем тебе это надо. И понимаете, в каком противоборстве находится мама, когда она идет поперек всех, когда она оставляет этого ребенка, ну как бы безнадежного. И с какими проблемами внутренними, выживаемости такой вот. Мало того, что ей тяжело, сложно, но еще и как бы общество так как бы не с пониманием относится. Алина Павловна, вот как мы, вот люди, вот я, Рома, три зрителя в нашей студии, как они могут тогда помочь? Вообще помощь может быть очень разной. От того, что просто помочь ребенку зайти и выйти с лестницы, с пандуса. Просто если вы видите, как бы, ну вот ситуацию, вы помогли, для вас этого ничего не значит, вы поддержали под локоть, там, я не знаю. Потом ваши профессиональные навыки. Если вы обладаете какой-то профессией, ну вот как, не знаю, начиная от медицины, журналистика, там, верстка, педагог, вы умеете, там, вы можете как волонтер прийти и свои профессиональные навыки применить, уделяя, там, какое-то количество времени на благо таких детей. Как бы, и тут, тут возможности безграничны. Это ваше внутреннее желание, это, как бы, вот, оно безгранична, эта помощь. У нас это так и началось, наша организация так и создалась, таких вот активистов-родителей, когда они поняли, что они могут помогать, помогая своему ребенку, можно еще помогать не только себе, но и очень многим людям, которые рядом с тобой находятся. Я говорю, сейчас у нас более 400 семей, мы объединяем. Ну, так или иначе, эти родители, эти дети, они чувствуют себя не одинокими, они чувствуют себя, что они кому-то нужны, что они, что у них есть рядом плечо, что они с кем-то могут поделиться. Потому что у меня были в жизни такие ситуации, когда родители боялись выйти из дома с тяжелым ребенком, думая, что только у них такая трагедия в семье, и что как-то так соседи, родственники узнают об этом. И они даже не рассматривали вариантов куда-то пойти на детскую площадку около дома, реабилитационный центр, заняться ребенком, повысить. Ну, как бы это же его мир, когда он сужается до круга семьи домашних. Ну, это трагедия, потому что это мир ребенка, который, как бы, ему и так сложно. И кроме четырехстенной мамы, хорошо, если там есть еще кто-то из родственников, он больше ничего не видит. И когда вот мы создали социальное такси, родители стали рассматривать возможность куда-то просто поехать. Да, они теперь могут доехать куда-то на ту же реабилитацию. И когда они приехали, то они поняли, что родителей таких детей-то много. И это не все так страшно, что можно жить, можно заниматься, развиваться. Что есть родители, которые счастливы, которые также живут обычной жизнью, ну, своими маленькими особенностями. Вот. Как говорил Николай Гучич, человека инвалидом делает страх. Да. Наверное, я считаю так. И этот страх, когда родители начинают общаться друг с другом, он уходит. И меняется и отношение к жизни. Что ты можешь, что это не просто так может быть произошло в твоей жизни. Что тебе нужно что-то переосмыслить. И есть возможность еще кому-то и помогать. Прекрасно. Я хочу, да, как раз. Вы знаете, вот про социальное такси вы сказали, да? Я о социальном такси узнала. Это организация «День добрых дел». Да, тоже есть. И я хочу сказать, вот насчет, вы благотворительности сказали. Давайте я вас пока представлю, так просто. Да, извините. Ваше слово. Координатор инициативной группы «Город Беспреград», извините, Амин Агимна Ибниева. Очень приятно, что вы находитесь в нашей студии. Насчет благотворительности я хочу сказать. Вот я знаю, ну, не понаслышке тоже об особенных детях, потому что приходится с ними сталкиваться, видишь их. Ну, естественно, как-то родителям пытаюсь помочь. В каком плане? Где-то юридическую консультацию могу подсказать. Ну, любую информацию, в общем-то, могу дать. И я узнала вот этим детям, у кого диагноз ТЦП с рождения уже, а они нуждаются в стульях, в специальных стульях. И у нас в Казани, и я поняла, по Татарстану, всего один благотворитель этим занимается. Он один-единственный делает эти стулья. А ведь у нас по Казани, по Татарстану, богатых людей взять, ну, конечно, нельзя сказать. Ребята, ну, помогите. Но, вот, может, посмотрев эту передачу, у кого-нибудь в мозгу щелкнет. И, может, кто-нибудь скажет, а давай я тоже поделюсь. Ну, да, родились эти дети такими. Но почему от них надо отворачиваться? Это же мы в этом обществе живем. Вы с нами живете. Вы живете не отдельно от нас. И неужели один-единственный только у нас благотворитель? Неужели кому-то жалко? Ну, садака дают. Дайте в качестве садака. Помогите детям. Это же, я хочу привести слова, скорее, даже из Библии. Да не оскудеет рука дающего. Вот в этом отношении дети, если эти дети не могут, их, как сказать, учат к этой жизни приспосабливаться. Это очень тяжело. Это низкий поклон этим родителям, которые действительно этих детей не бросают. Я тоже знаю, какой прессинг они испытывают. И что им приходится слышать и видеть. И ребенок, он, может, и не поймет, когда в него тычут пальцем. Мы понимаем, когда я уже не очень молодой человек. И до сих пор, когда я выхожу на улицу, меня тычут пальцем. Ах, ты смотри, ах, ты смотри, какая большая тетенька ей сидит в коляске. Ну, это немножко другой разговор, я хочу сказать. И в то же время, есть сейчас, очень многие дают сайдаха, да, как праздник какой, как что, вот я хочу сказать. Кто-то несет в мечеть, кто-то куда-то, помогите детям. Вот тут я за то, чтобы благотворительность у нас развивалась. Но, а с другой стороны, я координатор движения «Город без преград». Это программа «Доступная среда», которая у нас, она у нас есть на бумаге. Она есть у нас в качестве закона. Выделяются неплохие средства. И она у нас, мы везде это видим, ну, крайне плохо исполняется. Это ведь мало где делают сразу хороший пандус. Вот я сама училась в университете, у меня тоже высшее образование, я училась еще в советское время. Тогда о пандусах мы даже не слышали. Если в университете нашлись две доски, по которым мою коляску более-менее можно было поднять, это было счастье. Но сейчас ведь целая программа и выделяют деньги. Почему не делают? Почему вот вам же родителям с колясками, да любым просто молодым мамочкам с колясками, почему они мучаются, почему не сделают эту доступную среду? И еще для меня очень больной вопрос. Почему мы, инвалиды, настолько должны воевать за свои права? Может быть, должны помогать как раз-таки общество? Должно воевать за таких людей? Вы знаете, я в этом отношении, как смотрю на эту проблему? Вот если у меня будет доступная среда, мне помощь не нужна. Если я смогу самостоятельно выйти из дома, если я могу самостоятельно сходить в магазин, мне не нужна помощь. Я еще тот человек, еще в состоянии, я сама могу помочь. И много ведь у нас таких. В конце концов, вот для нас это немаловажно. Работа для чего нам нужна? Мы не такую шикарную пенсию получаем, как некоторые думают. Нам дает, ну, у нас у инвалидов первой группы, естественно, пенсии выше прожиточного минимума. Но ведь прожиточный минимум установили по Татарстану 7 тысяч. И когда 3 тысячи ты отдаешь за квартиру, за коммунальные услуги, ребят, подумайте, на что нам жить-то. И поэтому, почему мы себе должны в чем-то отказывать? Вот я хочу сходить в музей, что-то посмотреть, что-то увидеть. Но это ведь в первую очередь думаешь, господи, а есть ли там пандус? И потом, почему меня ущемляют в моем праве? Я хочу куда-то съездить. Я не прошу, не говорю, дайте мне денег, там соберитесь с всем миром. Я могу это себе спокойно заработать. И мне гораздо приятнее будет тратить свои деньги. И плюс, да я сама благотворительностью займусь. Главное, чтобы создали эту среду. Главное вот для нас, чтобы создали эту среду. И передача у нас, да, нужна ли помощь, вообще помощь, да? Нужна помощь. Я не скажу, я хочу немножко, как сказать. Но ведь помощь нужна всем. А разве вам, Скорова, не нужна помощь? И вам нужна помощь? В чем? И психологическая нужна, и юридическая нужна. У нас, ну, немножко другое, нам немножко тяжелее. Помощь нужна. Но в то же время, мы же помощь просим, не подайте Христа ради. Мы просим помочь, да, ну, где-то улыбнитесь даже просто. Даже если подойдет человек, пусть он не может это сделать, а просто подойдет и скажет. Вам нужна помощь? Так же улыбнешься и скажешь, нет, спасибо, я сама. Я бы хотел обратиться сейчас к Маше Спирчуговой. Вот ты как молодое поколение, какие вот у тебя основные трудности, если они есть, конечно, в этом вот. Как сходить в университет и прочее? Скажи, пожалуйста. Я бы хотела сказать, что трудности, они есть у каждого человека. И с трудностями, которыми я сталкиваюсь каждый день, это приехать в университет, добраться до аудитории. Поскольку сейчас в университете идет ремонт, и сложно стало передвигаться, даже в аудиторию, подняться на 16 этаж, это нужно очень много сил потратить для этого. Но мне, знаете, повезло в том плане, что у меня есть люди, которые мне готовы помогать и помогают всегда. Люди, которые поддерживают, люди, которые откликаются в любую минуту, когда не было тяжело. И я согласна вот с предыдущим оратором. Просто улыбнитесь, просто скажите даже добрые слова. Просто протяните руку, и вы увидите, что жизнь ваша изменится к лучшему. Ты молодец будешь. Я думаю, все просто хорошо. Держи, Венера. Хочу представить Венеру Новичкову, победительницу конкурса красоты «Жемчужина Татарстана». И вообще, я знаю, что ты пишешь стихи, правильно? Да. И ты закончила Казанский государственный университет. Да. Можно в студии сидит мама, можно тоже передать микрофон. Нарьяна Ургалиевна, да? Можете вместе в тандеме говорить о достижениях Венера. Да, Венера правильно говорит. Вот у нас была сессия, мы приезжали в университет. Тоже такая же проблема. Но еще все-таки хочется спасибо всем сказать, потому что они очень хорошо помогали нам всегда. Сокурсники, преподаватели. Кремляр работаю. Вы работаете, самое главное, да, Венера? Да, только через неделю. Мне помогают по работе. Просто там приходит, посидит. А где работает Венера? Расскажите, пожалуйста. Венера работает по интернету, выполняет задания по рекламе. Я работаю администратором в соцсетях группы. В соцсетях администратором. Да. Замечательно. Молодец. Угу. Я вот тоже хотела бы сказать, да, что Венера, она как бы с рождением ее воспитывали, то есть без комплексов так вот. Относились, потому что есть у нее еще одна дочь, и относились к ней как к здоровому ребенку. То есть она выполняла работу всю, также отвечала за что-то, то есть ухаживала за младшей сестренкой обязательно. То есть помогала. И сейчас тоже они друг дружке всегда помогают. Ну, то есть вы не смотрите на все эти преграды, которые у вас есть? Нет, нет. Это для вас обычный человек, который может работать? Если что-то нашкодил, так же отвечает, как и младшая. Она, когда я работала, я оставляла их двое, она отвечала за свою младшую сестру, там ее что-то накормить, напоить или что-то. То есть это была именно старшая сестра. Да, то есть у меня не было никаких поблажек. Поблажек. А, да, действительно, не было все. И благодаря им я могу и выросла этим самостоятельным человеком. Таким замечательным, прекрасным человеком. И рядом с тобой сидит как раз организатор конкурса «Жемчужина Татарстана», президент общественной организации, общественный деятель по делам инвалидов Гульнара Газинуровна Загрудинова. Здравствуйте еще раз. Здравствуйте. И можете рассказать немного об этом конкурсе, как к вам пришла такая идея? Да, я хочу сразу сказать, что многие тут в студии непосредственно столкнулись с проблемой, я даже не хотела бы это назвать, с проблемой, с особенными людьми, детьми. Ко мне эта идея конкурса пришла после посещения Европы, когда мы увидели с сестрой моей Гульнаста, что там люди на колясках передвигаются спокойно по городу, без никаких преград. И мы подумали, где у нас в Казани эти люди. Мы их нигде не видим. Думаем, либо у нас их нету, либо они сидят дома. И после этого мы решили сделать от себя что-то, даже не благотворительность, мы занимаемся социализацией. Да, ну помощь, социализация, чтобы не было этой преграды между здоровьем людьми и людьми с особенностями. Сначала мы в прошлом году организовали дефиле, отшили по индивидуальным особенностям одежду восьми участницам, провели модный показ у нас был, состоялся в Мариотт-отеле. Там же сняли про каждую девушку небольшую историю, видеоролик был. А дальше уже решили это более сделать глобальным. Так для нас это кажется. Республиканский конкурс. В прошлом году прошел первый республиканский конкурс среди женщин, инвалидов и мчужин Татарстана. Я хотел бы представить нашего еще одного гостя. Это Андрей Малов. Андрей, добрый день тебе. Я знаю то, что ты занимаешься журналистикой, пишешь стихи и учишься, успеваешь вот это все делать. И скажи, пожалуйста, тебе легко реализовывать себя в мире, где не всегда похожих на тебя людей? Ну, последняя проблема, с которой я столкнулся, это то, что не везде возможно выступить на равных. Ты будешь выступать на сцене, да? Наверное, вот как есть, ну, как комик, да, вот в комедиклаб Сергеевич. Ты как к этому творчеству относишься? Я с ним познакомился буквально в сентябре. Он тоже не сразу пришел к этому, его тоже не сразу поислушать. Вот я думаю то, что со временем я все-таки смогу где-то выступать. Тем более я сейчас хожу в стендап-клуб. И те материалы, которые уже удалось написать, они в принципе годные. Осталось только отработать речь. Я уверена, и мы все уверены, что у тебя все получится. Твое терпение, упорство, все. Главное работать, работать и еще раз работать. У нас в студии также присутствует руководитель проекта «Доступная среда», представитель лаборатории интеллектуальной транспортной системы Гульнара Флорировна Менигальева. Здравствуйте. Здравствуйте всем. Сейчас я хочу немного поподробнее рассказать про наш проект. Это интерактивная трехмерная карта «Доступная среда». Наш проект помогает адаптироваться людям с ограниченными возможностями в городе. Наш проект представляет собой сайт, в котором размещается наличие пандусов на перекрестках города Казань, а также на пешеходных переходах. Соответственно, там размещается красным флажочком, где отсутствует пандус, и синим флажочком, где присутствует пандус, и там все в порядке. То есть, соответственно, пользователь также может добавить фотографию, если все в порядке, и также написать комментарий, если что-то устраивает, что не устраивает. Соответственно, модератора нашего сайта, если что-то не устраивает, либо отсутствует пандус, Мы заявляем об этом в соответствующей службе города Казани, соответственно, мы следим, чтобы устранили данные проблемы. В будущем на нашем сайте будут доступны также зеленые зоны, парковки для инвалидов, а также различные пандусы в торговых центрах, либо в других общественных местах. А много людей сейчас задействованы над работой этим проектом? В основном сейчас мы стараемся привлекать студентов высшей школы ИТИС, они с удовольствием предлагают свои предложения, вносят также и с удовольствием помогают нам. А это инициатива у самих студентов, первоначально зародилась? Нет создания такой трехмерной карты или это сверху пришло? Естественно, с университетом, с самим факультетом высшей школы ИТИС, соответственно, и студенты тоже, зародилась у них идея, то есть они помогают нам. Хорошо. Вопросы есть, можно ли? Конечно. Это же больше информационный проект, вы же не создаете эти места дополнительной доступности. Да, это больше относится к инфраструктам. И создаете именно эффект присутствия, где можно прочувствовать, вот именно сможешь ты пройти, проехать или нет, да? Да, все верно. А инициировать? Если вы владеете информацией, где-то вот больше мест не было такого? В этом проекте нет такой идеи инициировать? Скорее всего, он появится в будущем обязательно, мы задумывались об этом. Ясно. Амин Агин, вам есть что сказать по поводу этого проекта? Вы сами уже смотрели этот сайт? Нет, к сожалению, я впервые об этом от вас вот услышала. Ну, наверное, это из-за того, что у меня просто я на высокой горе, интернет плохой очень. Дело в том, что это просто сайт буквально недавно запустили, поэтому как бы мало кто о нем знает. Понятно. Распиарим? Да, теперь будем знать, да. Очень поможет в нашей работе, очень. Я хотел бы обратиться к Надежде Владимировне Тютовой. Скажите, пожалуйста, на ваш взгляд, как вы думаете, меняется ситуация с инвалидами у нас в Татарстане? Ну, конечно, меняется. Когда мы начинали свою деятельность, например, мама по уходу за ребенком инвалидом получала 1200 рублей. Сейчас это федеральный закон, родители получают, ну, немного больше, 5500. Например, есть государственная поддержка региональная. Также малообеспеченные семьи получают доплату до полуторапрожиточного минимума. Это вот тоже была инициатива, в том числе и нашей организации. Создан дополнительный перечень технических средств реабилитации для инвалидов, детей инвалидов в Республике Тарстан за счет регионального бюджета. Также вот осуществляется программа «Доступная среда», о которой мы здесь уже говорили. Ну, и многие, как бы, появляются какие-то законопроекты, например, новый закон образования, да, федеральный закон, когда дети вот об инклюзии уже говорили. Но это такие первые попытки что-то поменять к лучшему. Конечно же, государство не может успевать за всеми потребностями, особенно детей, особенно если мы говорим о множественных нарушениях, о тяжелых формах заболеваний. Государству очень сложно учесть все потребности, все нюансы. Для этого, как бы, есть некоммерческий сектор, общественные организации, фонды, благотворители. Конечно же, их не один, их много. Не все они всегда готовы о себе афишировать, кричать, что вот мы такие крутые, мы всем помогаем. Вот. Но они есть, слава богу, такие люди есть, которые откликаются и на наши призывы о помощи, надеюсь, будут откликаться дальше, несмотря на сложности ситуации, кризисное время и так далее. Ну вот, есть интересный вопрос такой, то, что вы все прекрасно знаете, друзья, то, что в социальных сетях обычно выкладывают посты, типа, вот, девочке стало плохо, там, давайте скинемся ей на операцию, там, или, там, лейкоз. Ну, такие вот проблемы, то есть, через социальные сети все скидываются, собираются и как-то помогают. И как вы думаете, вот эти многочисленные акции, это вызов государству, вот, который не встанет решить проблему инвалидов, знак милосердия или что вот это вот? Давайте сначала вы, а потом, друзья, давайте с вами еще вот скажите свое мнение на это. Лично мое мнение к этому очень неоднозначное. Конечно, родители, когда у него критическая ситуация, стоит на кону жизнь его ребенка и возможность вот такой кинуть крик о помощи в соцсети, когда, ну, надежда последнюю, ты кидаешь, да, и вот, ну, надежда, кто-то откликнется, кто-то поможет. Вот, конечно, этим пользуются и мошенники в том числе. И есть процент, не знаю какой, недобросовестных родителей, и, как бы, мы не знаем, действительно ли сложно проверить, на что они тратят эти средства. Поэтому все-таки призываю к ответственной благотворительности, чтобы люди не боялись идти и помогать именно не конкретному ребенку. Вот, существует мнение, что вот я хочу помогать конкретной маме, конкретному ребенку. Но, к сожалению, вы же не отслеживаете, на что идут эти деньги. Потому что, собирая миллионы, когда они не собрались, на что тратятся тысячи. А это тоже немаловажные деньги. И если вы принесете их в фонд, у фонда есть или общественная организация, ну, имеющая юридический статус организации. То есть они за все отчитываются. Они отчитываются, и вы вправе с них потребовать финансовую отчетность. Но это как бы показывает прозрачность. И действительно, что деньги, если не собралась 2 миллиона на Машу, то эти деньги были потрачены на Петю, Ваню и Сережу. Вот, ну, как бы, все-таки доверяйте ответственному, призываю к ответственной благотворительности и ответственной помощи. Друзья, вы как думаете? Руслан? Ну, я думаю, что, да, Руслан Давлетшин, студент четвертого курса, журналист. Ну, я все-таки думаю, что забота о людях с ограниченными возможностями для того, чтобы... Не потому, что я просто хочу все спихнуть на государство, а просто забота должна... Все-таки основная часть заботы должна быть на государстве. И именно государство должно вести учет всех людей вот с такими проблемами или особенностями. Вот, что касается вообще нашего отношения к людям с ограниченными возможностями. На самом деле, никто не знает, когда и что с нами случится, когда и мы где окажемся. Поэтому нам нужно их как минимум уважать, потому что даже с теми, кто находится в этой студии, с большинством из тех, я знаком был, знаком уже по несколько лет. С некоторыми мы посещали литературное объединение. И, честно вам скажу, это люди достаточно умные, они достаточно приятные, добрые. То есть масса достоинств. И мне поначалу, конечно, когда я увидел достаточно много людей с такими проблемами, сразу, даже в рамках одного объединения, мне поначалу стало страшно. Но потом я понял, что... Но в этом объединении эти люди чем-то занимались, да? Ну, естественно, они писали стихи. Ага, но все равно, вот я тебе скажу, малый процент таких людей, которые что-то делают. Потому что большинство, все прекрасно знают то, что они просто сидят дома и боятся чего-то сделать и выйти. Что с ними делать, вот с этими людьми? С ними им нужно создавать, как уже заметили в ходе этой программы, им нужно создавать полноценные условия работы, отдыха. То есть, естественно, у нас не должен пандус упираться в какой-нибудь киос, как это вот. У нас даже вот в переходе на Баумана. То есть, он должен быть хотя бы таким вот более пологим, что ли, а не крутым. Пять градусов по закону. Вот, тем более. Ну, в свою очередь, нам нужно просто с ними общаться, разговаривать, уделять им внимание. И действительно, сейчас вот в России вот это принято, если ты улыбаешься, значит, ты дурак. На самом деле, если ты улыбаешься, значит, у тебя просто хорошее настроение. Поэтому почаще улыбаемся и уважаем друг друга. Конечно, приятно, что государство на уровне Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации до 2020 года все-таки прорабатывает программу доступной среды и планирует большую часть пространства на территории России оснастить соответствующими объектами и оборудованием. Ну вот, Руслан, ключевое слово здесь это планирует. Может, опять будет так же, как в том суде. Он весь из себя мраморный такой, но он 45 градусов угол. Еще мне кажется, что это наша с вами задача, как журналистов, общественников, следить за выполнением этих работ. То есть, как говорится, отвечать за свои, призывать органы государственной власти, как федеральный, так и муниципальный, отвечать за свои слова и контролировать исполнение данных указов. Атамина Геннадьевна, я на форуме прочитала недавно такую фразу. И инвалиды нужны нам для того, чтобы обычные люди о них заботились и тем самым совершенствовались, становились лучше. Как вы считаете, это правда или нет, что нам есть чему поучиться больше инвалидов порой, чем он у нас? Я слышала еще и другое, что, ну, как говорится, Господь нам это дает, вот эту болезнь, для того, чтобы проверить вас на человечности. И я, Руслан, да, я с вами полностью согласна. Я тоже считаю, что забота об, ну, вот, и с вами, согласна, терпеть не могу слово инвалиды. Ну, коробит она у меня, вот, чисто физически коробит. Забота о нас о маломобильных людях, я так лучше называю. Потому что опять ограничения, ну, извините, какие у нас ограничения, если мы на Паралимпиаде такие результаты показали. Но забота все-таки о нас, да, должна быть не на благотворителях. Государство должно о нас взять заботу о себе. Потому что ведь, как говорят, о государстве почему судят? Потому как оно относится к старикам, детям и инвалидам. Ну, тут уж я употреблю это слово. И просто от себя скажу, когда у меня получилась, ну, страшно безвыходная ситуация по поводу Пандуса, я обратилась к вам, журналистам. И мне все помогали, все издания помогали. Освещали очень хорошо. Тут к вам даже вот не то, что претензий нет, а благодарность огромная. И вы именно этим можете нам помочь, показывать, где какие недостатки. Потому что живое слово еще никто у нас не отменял. И когда тебе пишут, ну, не очень лицеприятные вещи, ну, это, наверное, немножко неприятно, хотя за это не наказывают, к сожалению, у нас. Вы почему нас не видели, и правильно вам стало жутко, когда вы увидели столько не совсем обычных людей. А мы выйти не можем никуда. Вот это самая главная проблема. Как только у нас были, мы не можем элементарно из своей квартиры выйти. Мы, да, говорим очень много, и там Пандусы нужны, и здесь нужны. Но в первую очередь нам нужно, мне нужно, чтобы я из своего дома вышла. Я не могу преодолеть эти две ступеньки. Да я даже одну ступеньку не преодолею. Ну, не летает у меня коляска. И поэтому хотелось бы, я очень надеюсь на вашу помощь и журналистов, и телевидения, чтобы государственные деньги так просто не тратились, а чтобы изначально сразу поставили нормальные нам Пандусы, подъемники. И тогда, наверное, вы будете смотреть, знаете, у нас девиз был «Смотри на меня, как на равного». Это будет уже не призыв, вы просто привыкнете. Потому что инвалидность, это же не обязательно, вот что-то должна, какая-то патология произойти. Сейчас такая скорость жизни, авария, раз, и сел человек в коляску. Никто от этого не гарантирован. И там уже родители, он сам, жена, кто там будет, они должны быть уверены. Это еще не конец жизни. И дальше можно очень качественно жить. Я хочу сказать, дорогие мои друзья, верьте в мечту, и она обязательно сбудется. Стремитесь, желайте, влюбляйтесь, делайте все, что вашей душе угодно. Ну, на этом все, друзья, большое спасибо, что пришли к нам на программу. Следите за нашими выпусками, друзья, каждую неделю у нас все новые и новые темы. Возможно, мы и к старым вернемся, продолжим. Ну, на этом все, большое спасибо за внимание, друзья, для вас в программу ввели Роман Пленцков и... Виктория Новикова. Увидимся, пока, друзья. Большое спасибо, аплодисменты. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ